В последнее время в прессе все чаще появляются публикации о том, как ведомства самого разного уровня, от муниципальных до федеральных, размещают заказы на поставку товаров и услуг для якобы государственных нужд. Число товаров, абсолютно необходимых для выполнения служебных обязанностей, чиновники заносят дорогостоящие иномарки, элитную импортную мебель, офисные растения ценой в десятки тысяч рублей каждая и многое другое, столь же, как вы понимаете, необходимое. В преддверии же Нового года чиновничество на местах начало заказывать для себя еще и весьма дорогостоящие праздничные вечеринки. И это несмотря на кризис и призывы руководства страны вести себя скромнее. Психологией чиновничьего потребления разбирался Рамиль Гатаулин. Российские чиновники придумали оригинальный способ борьбы с мировым кризисом. Они его просто не замечают. Нас не запугаешь, решили в конторах страны и по-прежнему живут на широкую ногу за казенный счет. Похоже, в ряде регионов с кризисом уже покончено, пишет Комсомольская правда. По крайней мере, такой вывод можно сделать, глядя на новогодние приготовления иных хозяев регионов. Сахалинские власти, например, собрались украшать праздничный стол бурундийскими барабанщиками. Разогнать грусть-тоску чиновников не самого богатого региона России вначале предлагалось за 490 тысяч рублей. Потом сумму снизили до 340 тысяч. А затем, очевидно испугавшись, шумихи в прессе и вовсе отказались от этой идеи. Впрочем, справедливости ради скажем, что полмиллиона рублей – это далеко не рекорд. Столица Свердловской области отстегнет на странное торжество под названием «Старый Новый год» у главы Екатеринбурга 12 миллионов рублей. Столько же собираются потратить власти татарии на республиканскую елку. При том, что Карачаево-Черкесия выделяет на детские утренники всего 355 тысяч рублей. Существует жесткая, идущая снизу система разврата, которая представляет собой мощную политическую и экономическую силу. А они себя считают, что они не просто чиновники, исполнители воли президента, премьера и вообще народа, и закона в первую очередь. Они почему-то считают, что они бизнесмены. Я видел, сегодня едет Майбах с мигалкой. Ну, это как вообще можно совместить? Не остаются в стороне и федеральные чиновники. К примеру, сотрудники генеральной литературы получат новогодних подарков на сумму в 4 миллиона 100 тысяч рублей. Штофы и фужеры из хрусталя, подстаканники из бронзы, наборы для виски, тарель, ювелирную с золочением золотом высшей пробы, и самовары с ведомственной символикой. Заказ Деду Морозу глюстители законности разместили, как положено, на сайте госзакупок в интернете. В газете «Известия» для чиновников, которые живут вне кризиса, даже придумали особый термин – казнатраты. Но самое забавное заключается в том, что, поскольку эти документы, мы же ничего нигде не роем, не копаем, эти документы абсолютно открытые. Это же до какой степени, ну, извините за это слово, наглости надо дойти, чтобы вот эти, все эти траты отчаянной рукой лично самим туда заносить, ничего не опасаться. В преддверии праздника чиновники не забыли и о пенсионерах. Вернее, только об одном из них. Департамент строительства Вологодской области заказал проектно-изыскательские работы для строительства дворца Деда Мороза за 40 миллионов рублей. Сказочный дедушка и должен жить, как в сказке. А реальным старикам остается только завидовать ему и ждать окончания кризиса, из-за которого многие из них лишились региональных надбавок. Только что на прямой линии Владимир Владимирович счел необходимым еще раз чиновникам напомнить об исполнении своего поручения по инвалидам, по безногим. Даже это у нас не с одного раза выполняется. А уж такая штука, как себя любимого в золото приодеть, при том, что остальные живут бог знает как, это, наверное, надо 10 раз сказать, да не только сказать. Нас Запад обвиняют в том, что слишком жестко, но устроена власть. На самом деле, в каких-то моментах в части исполнения указаний сверху твердости явно не хватает. И здесь нужно помимо, конечно, такой текущей работы, когда нужно обязательно кого-то наказывать. Потому что человек всегда ждет, что будет или гнут, или пряник. Если нет ни того, ни другого, он расслабляется. В Калининграде, конечно же, чисто из любви к детям решили купить центру для трудных подростков машину. Да не какой-нибудь БМВ, который здесь же и собирают, а Кадиллак. Новый полноприводный седан с климат-контролем, акустической системой и кожаными сиденьями. Всего за 1 миллион 300 тысяч рублей. Вот это все частично происходит еще из грязи в князи. Совершенно бездравственно, когда средства, которые предоставляются государством, например, используются для того, чтобы послать служебный самолет, для того, чтобы тебе привезли лыжные ботинки. И когда глава того или иного района едет с огромным количеством охраны на дорогущих машинах, а рядом огромное количество безработных людей. И понятно совершенно, что эти деньги этим человеком не сделаны, не заработаны. Это вызывает совершенно закономерное и оправданное раздражение. Но нашим чиновникам все ни почем. Еще один Кадиллак, но уже в два раза дороже, срочно понадобился организации под интригующим названием ЦОБХР, что расшифровывается как Центральная объединенная база хранения ресурсов МВД России. Министерство природных ресурсов готово выложить 11,5 миллионов рублей за три автомобиля представительского класса с удлиненной базой. И это уже после того, как премьер Владимир Путин заявил, когда наши производители вынуждены сокращать производство, считаю абсолютно недопустимым расходовать деньги для приобретения импортных машин. Ведь это же перестройка, в конце концов, морально-нравственных основ. И уголовным правом их не перестроишь. Поэтому здесь, скорее, должна быть максимальная совершенно открытость и понятность расходов каждого государственного чиновника. Каким образом эти расходы производятся, на что они потрачены. А это предполагает абсолютную совершенно доступность и свободу для прессы. Я, конечно, не скажу, что все средства хороши. Но кое-где, вот в таких вещах, мне кажется, самое время и самая пора власть употребить. Квоты определенные ввести. Они должны размещать заказы и покупать то отечественное, что производится у нас. Сначала создаем систему правил жестких ранжиров. А дальше, если это не исполняется, следует определенное наказание. Вплоть до того, что человек никогда не может занять эту должность. А вот еще один любопытный заказ. Высший арбитражный суд России готов выложить полмиллиона рублей фирме, которая возьмется полгода ухаживать за офисными растениями в количестве 43 штук. Претендующая на тендер организация должна обеспечить полив всех растений два раза в неделю, опрыскивание их стволов водой два раза в месяц, а также обработку биостимуляторами роста и подкормку раствором органоминеральных удобрений три раза в месяц, сообщает московский комсомолец жесткие требования служителей Фемиды. Во время недавнего общения жителей страны с Владимиром Путиным в прямом эфире премьеру задали вопрос, почему не сажают тех, кто проштрафился. Путин ответил вопросом на вопрос, если всех пересажаем, кто работать будет. Так всех и не надо. Достаточно отправить в места не столь отдаленные, самых злостных растратчиков и казнократных. Тогда и остальные чиновники станут работать добросовестнее. Ремель Гатаулин, Александр Спорошев, аналитическая программа «Постскриптум». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова